всем привет сегодня завтрак у меня в эфире как-то мне надоело постоянно записывать stories лучше будем общаться беспрерывно с вами и вы потом посмотрите это в записи чем постоянно бесконечно переключать эти stories это будет и меня тормозить и завтрак у меня пройдет с вами просто в онлайн режим будет со мной завтракать а потом я может быть даже включу и комментарии так что у меня сегодня на завтрак у меня сегодня корка кстати спасибо большим подписчикам которые мне порекомендовали переложить икорку и жестяной банки в стеклянную банку давайте с вами поздоровать я думала что никто не подключится всем привет очень серьезно вы не спите вы не спите ли на вы не на работе всем привет очень приятно вас видеть вы со мной на завтраке у меня сегодня сыр сегодня икорка и конечно же свежеваренный кофе да всем привет здравствуйте кстати в этот кофе я добавил не только корицу но еще и перец я добавила да спасибо доброе утро всем доброе утро мы уже на работе ну привет а я в общем-то вещая из дома у нас тоже чудесное утро у нас наконец-таки вы представляете выглянуло солнце глубое небо я думаю что сегодня опять пойду гулять жду тебя 7 утра кати пишет катюш я сегодня припозднилась я вчера что-то так выглоталась и усталась отлично выглядишь спасибо сохраню конечно эфир у меня он будет висеть здравствуйте из туркменистана и сибири а у вас уже обед ну тогда приятного аппетита это первый углоток кофе вместе с вами вкусно так добрый вечер камчатка ну клашту вы все со мной я очень рада у меня сегодня видите и корочка как обычно я кладу ее на сыр и сейчас я буду ее поглощать это будет очень вкусно привет из людей востока доброе утро доброе утро утро первый прием пищи это самое восхитительное что может быть вот я вечером уже не ем поэтому с утра у меня такой голод прям же животик урчит и прям поглощаешь пищу с таким удовольствием доброе утро да я в прямом представляете самом шоке но мне надоело переключать предстамбова в ялте дожди да у нас тоже дожди были 2 месяца сегодня прям утренний кофе у кого-то так я с вами челкаюсь привет-привет люди востока вас последний ужин у меня кто-то спрашивает я могу поесть в 7 часов могу поесть 9 но что-то легкое такое то будут овощи зеленые либо фрукты либо сыр приятного аппетита вам тоже привет самара почему нет красного яблока ставрополе потому что красное яблоко у нас пока только в городе алматы и в москве потом подумаем вот такая классная с вами легко общаться спасибо привет из баку приятного привет золтая приятного аппетита привет сохраню эфир на дом 2 меня не ждать конечно дела у меня огненно просто огненно у меня дела потому что видите даже дошла я до прямых эфиров я очень долго вообще до чего-то дохожу на собой на самом деле потому что как-то я все по старинке по старинке stories а теперь захотела выходить прямой эфир надоело мне кликать на эти кнопки бесконечно чем нет надо так чем я завтракал сегодня у меня сыр и икра и кофе не захотелось ничего делать знаете стало я прям поняла что хочу что-то легенькое на завтрак а потом фруктину какую-нибудь обязательно съем а давайте кстати я пока выключу комментарии вы мне все пишите давайте какую тему обсудить можно прям 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 эфире кстати скажите мне какую тему хотите обсудить а я ее раскрою так можно ли массажем добиться идеального телосложения массажа можно добиться только лишь процесса похудения вы подобьете свое тело но идеального телосложения кубики какие-то рельефы вы добиться конечно не сможете массажем так так интересное ощущение что сама с собой разговариваешь ну конечно какой сыр у меня тильзитер на данный момент сыр так в севастополе я не была ой кстати сыр с медом я забыла давайте сейчас у меня еще медок есть с ягодами годжи обязательно сейчас я съем еще бутербродик у меня же я же хлеб не ем вы можете удивляетесь почему красная икра идет без хлеба я не ем хлеб поэтому я ем его сыром потом я кстати буду бутербродик есть да я сейчас жил геленджике так давай про похудение поговорим ну давай давайте я выключаю пока вы мне все желаете приятного аппетита все читаю все вижу всем привет огромный так девчонки ну как как похудеть сейчас я stories первое упомянула девочки о боли она устраивает марафон сейчас посмотрите мой эфир когда выключитесь зайдите к ольге она десятидневный марафон устраивает и дает питание вам рацион принципы похудения уход за телом и можно уменьшиться действительно следует 20 минут день там занимаешься вы сможете уменьшиться в объемах на десять тридцать пять сантиметров поэтому предлагаю вам к ольге пойти а что касается похудения вы знаете самое основное я уже говорила я не буду долго на этом останавливаться самое основное похудение и это когда вы знаете свое тело когда узнаете от каких продуктов управляетесь от каких не управляетесь и важно распределять все таки на ночь не есть сладко не есть углеводы не есть рис картошку для того чтобы вот эти сложные углеводы они не откладывались у вас в жирах но вам нужно себя изучать я не сижу на диете я ем абсолютно все и могу позволить даже себе и сладенькое и я все себе могу позволить просто самое главное определить свой постоянный рацион я уже как-то об этом говорил в столице угу простите это минутка пожевать с кофе вот так нужно есть есть прям так это вкусно очень многие мне пишут сейчас в стори что хватит жевать когда я глух и агут когда я ем я глухонем очень многих это раздражает я говорю не смотрите потому что выхожу я только за 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 завтраком и я считаю кстати провели вообще исследование оказывается прямые эфиры очень интересно наблюдать когда люди что-то делают готовят едят двигаются убираются то есть а когда человек просто статично сидит перед экраном он так вот першись лицом в экран и говорит он ну как дела вообще нормально но это не особо так приятно не особо это нравится я ем я убиваю двух зайцев мой день расписанный у меня есть чем заняться я утром я могу посвятить вам разговоры тем более с утра самая свежая голова еще не устал можешь общаться и говорить потом мне очень нравится мне не нравится что там ты ешь ну тогда не смотри вас и проблем нет проблем ну не смотри и тогда ты не будешь раздражаться знаете сейчас хочу поговорить такую тему как страх мне девочка написала прям буквально сейчас вышла прямой эфир она прислала мне сообщение спросила саша я как перебороть страх в сфере красоты избегая первого клиента до тех пор пока вы будете избегать чего-то и чего-то бояться страх никогда не уйдет страх можно преодолеть как один из способов это с ним столкнуться то есть вам необходимо сразу вот пришел клиент бегите к нему первое давай я тебя обслужу а давай еще я тебе все сделаю то есть перри это называется это вот то же самое когда вы будете бежать и будет перед вами препятствие и вы перепрыгнете препятствие на бегу вот то же самое вы же не думаете в беге а смогу ли я просто все оно возникло вы либо пан либо пропал либо вы падаете и разбиваете либо перепрыгивать это препятствие поэтому чтобы избавиться от страха первого клиента пойдите нас со страхом прям столкните с ним лоб в лоб причем желательно чтобы вы сами шли первое на попятную ой на с ним на столкновение знать когда была в институте студенткой еще сам расскажу о страхе как вы думаете кто самая первая шла защищать диплом кто самый первый шел нашла сдавать экзамены защищать курсовую я я была всегда самая первая боялась больше всех но наверное вот таким образом я воспитала в себе силу воли таким образом я воспитала это какое-то бесстрашие перед людьми и бесстрашие перед компанией бесстрашие в работе то есть если теперь я что-то не умею у меня так всегда был ты не умеешь я смогу я научусь я все умею я все могу потому что вот это вот первое когда ты идешь и все еще я помню студенты еще реально пойдешь сейчас первое сдавать игру конечно и я получала всегда пятерки потому что смелых любит даже педагоги смелых любят вообще в любой работе когда и например даже на работе стоят сотрудники и руководитель дает какое-то задание и сотрудник я сейчас сделаю да я смогу я хотела может быть и не знает но руководитель всегда отметить того который сказал я смогу а те кто отмолчались в уголочке он скажет ну понятно вот тому то я зарплату и повышу повышение то у меня как раз и получит я так всегда работает поэтому никогда ничего не бойтесь ничего не бойтесь боится плохо что такое страх страх это то чего нет страх это то чего нет и не может быть как люди сами себе усложняют жизнь зачем это нужно делать для чего усложнять себе жизнь не интересно кто сейчас там с нами давайте я подключу комментарии у кого еще вообще есть страх перед чем-то чего вы боитесь мне просто интересно ваши страхи привет да чё вы боитесь больше всего порно боитесь ну да все серьезно потерять семью одиночество экзамен сдавать как все как все бросить и переехать и боюсь быть одной боюсь выступать на публике роды темноты боюсь 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 болезни серьезных вот представляете сколько вы сейчас мне назвали в страхов боюсь потерять веру к любимому человеку потерять близких предательство боюсь начать что-то новое я просто не уверена в себе боюсь что в срок все не успею сдать по учебе постоянно бегу от мужчин сашенька знаете вы представляете сколько вы сейчас сказали страхов сколько вы назвали страхов а ведь это то чего нет я боюсь болезни хотя я не болела я боюсь потерять веру мужчину хотя сегодня я ему верю вы только вдумайтесь я боюсь одиночество хотя сегодня я не одинока то есть вы боитесь чего-то эфемерного для того чтобы мозг принял на веру что и вы перебороли страх что бояться не стоит необходимо просто прожить это в голове ну проживите вы это одиночество в голове ну проживите что вас предал человек проживите поплачьте пусть вам будет больно и как только вы это проживете страх уйдет он отступит вы боите вы будете боясь до тех пор пока вы будете бежать от этого чувства пока вас будет вызывать что такое страх это сжимается горло это сжимается где-то в области груди это спазм идет внизу живота то есть это полностью вот так вот сжимание всего тела проживите это страх это то чего нет страх это то чего нет вы боитесь пустоты вы только вдумайтесь как это смешно сейчас сидите и боитесь того что просто может быть с вами никогда не произойдет ну хотя конечно психолог уверяет что если вы чего-то боитесь это к вам придет быстрее нежели чем тот момент когда вы не боитесь все с частичкой не отрицания нам дается быстрее к сожалению вселенная именно такой запрос обрабатывает и нам его а посылает гораздо быстрее если вот хороший написал страх к легуси в конце жизни осознать что не использовал свой потенциал знаете достаточно достаточно распространенный страх даже не страх вообще это если вы вдруг это осознаете и проживете жизнь то это может вас убить это очень серьезная такая тема а чтобы вы не боялись этого вам нужно заниматься любимым делом нужно делать только то что доставляет радость нужно делать только то что вам и деньги приносит и радость доставляет но если сегодня вы занимаетесь и не раскрываете до конца свой потенциал например вы работаете менеджером а хотите работать в творчестве рисовать у вас есть к этому предрасположенность либо вы хотите петь у вас прекрасный голос а вы так и не пошли заниматься вокалом потому что кто-то сказал что там ты денег не заработаешь родители не выбирают вообще все страхи конечно идут из детства потому что установки нам дают наши родители но ни в коем случае нельзя их винить потому что родители воспитывали ровно так как они могли и это нужно принять ровно так как могли так они и воспитывали но сегодня вы взрослые люди вы можете все исправить мне много сегодня пишут что я не могу жить со своей мамой мне 22 года она меня там напрягает она мне постоянно устраивает истерики я вам скажу если вам уже 22 года с 18 лет вообще нужно жить уже одним уходить от родителей потому что вы уже совершеннолетний и зачем же то есть мне непонятно почему надо жить с кем-то ненавидеть этих людей вызывать только озлобленность на них и не уходить тогда уходите снимайте себе жилье уже взрослые люди а 22 года так и подавно поэтому чтобы не а потом начинается я ненавижу свою маму ненавижу своего отца я не могу их простить потому что они мне не додали это тоже очень опасная вещь потому что нельзя на родителей обижаться родители не могли поступить иначе родители не выбирают поэтому 18 ушли и сразу начали жить сами самостоятельно нам дается жизнь от родных но они не могут прожить эту жизнь за нас боюсь устроиться на работу двое детей ходят в сад что я не справлюсь что они будут часто болеть они просто не будут справляться с работой смотрите кто написал нам зумка вы знаете детки они болеют всегда вот у меня у родственницы у нее двое детей они бесконечно болеют никуда от этого не деться ребенок должен переболеть болезнями даже говорят ветрянка краснуха какая там у нас еще скарлатина какие болезни которые нужно переболеть чтобы потом не заболеть ребенок вырабатывает иммунитет на болезнях и невозможно чтобы малыш не болел как можно бояться очевидного то же самое что вы сейчас будете говорить я боюсь темноты но она наступит темнота то наступит не стоит этого бояться я вас уверяю знаете говорят нам всем крест дан ровно по спине то есть вот все что нам дано мы можем пережить и ровно по спине каждому человеку дается крест и уж бояться этого вообще не стоит детки болеют это нормально относитесь к этому отлично значит он будет у меня здоровее через несколько лет он закалится он выработает иммунитет и его организм будет справляться со всеми болячками он будет сильно у меня и закаленный не стоит этого бояться неуверенность неуверенность в себе нам пишет здесь Катя Катя это это ваши страхи установки из детства это когда-то вам сказали что тут ты была плохая тут у тебя не получилось вы это запомнили зафиксировали отмотайте назад откуда пошла откуда пошла неуверенность вот ровно этот день вспомните пропишите проработайте это как только вы докопаетесь до истока вот найдете ага вот в этот день я помню мне было больно а здесь мне было обидно а потом я уже не смогла разговаривать так я разговариваю не смогла себя вести на публике так как я веду себя на публике это надо проработать нужно докопаться боя боюсь смерти ну боязнь смерти это самый распространенный страх боя смерть это самый распространенный страх он есть практически у всех потому что смерть это вообще неизвестное мы знаем что такое болезнь мы знаем что такое потерять любовь мы знаем что такое одиночество а смерть не знает никто есть только предположения и гипотезы это потому что мозг не может переработать вот эту информацию что же такое что же нас ждет там когда мы делаем последнее вздыхание и уходим на небо но это тоже такая же данность как можно бояться смерти вы боитесь спать когда вы отходите ко сну вы боитесь? я уверяю что нет а сон как говорят психологи это подобие смерти потому что мы делаем последнее вздыхание и засыпаем это уход в бессознательное когда мы во сне это уход в бессознательное вы же не контролируете себя там вы не знаете что с вами происходит относитесь к смерти как ко сну потом сколько сейчас есть литературы научной почитайте есть ли жизнь после смерти чтобы вам стало просто легче успокоиться ну откуда же берется паранормальное явление опыты проводили сколько времени когда восьмидесятый девятнадцатый век девятнадцатый двадцатый эти спиритические сеансы особенно в америке очень много так ученых проводила спиритические сеансы когда приходил кто-то это же изучали эти явления вы же можете посмотреть все документальные фильмы и действительно что-то там есть и реинкарнация не зря была не зря был такой термин введен и изучен как можно бояться смерти понятное дело что все заканчивается вот даже этот сыр который сейчас я ем он закончится это тоже маленькая смерть везде есть маленькая смерть в кофе есть маленькая смерть в чувствах даже в этой секунде когда вы смотрите меня мы уже ее не вернем рождение и смерть это неотъемлемая часть нас не бойтесь очевидных вещей ну и как я вам посоветую почитать литературу если вы действительно кто-то сегодня боится смерти может быть что-то она вам даст и как-то поможет это майкл ньютон путешествие души и предназначение души майкл ньютон путешествие души и предназначение души почитайте а потом напишите мне в директ ваши ощущения так одиночество и болезнь да мои комменты никогда не читаешь ольга 48 10 видимо где-то пропустила от чего я боюсь вы знаете уже наверное я все пережила чего боялась я о чем же вам говорю что хорошая техника когда ты переживаешь свои страхи раньше я боялась каковы болезни я очень когда у меня например болел бок либо болели ребра и мне говорили ну это почки а вот это наверное тут а тут тебе какое-то новообразование что-то и каждый раз это был щемящий страх я меня парализовывала от этого мне было настолько страшно я потом проработала все страхи окей я боялась рака как обычно у нас сейчас рак распространен и часто эта болячка вылезает я боялась каких-то новых новообразований вот таких вот болезней я проработала я говорила ну окей хорошо у меня сейчас со мной это случится и что дальше я буду лечиться я буду бороться до конца и вот этот момент там волосы ну вы знаете химиотерапии ну окей я буду ходить с платком и что дальше ну хорошо значит у меня жизнь закончится вот как я рассуждаю по поводу любого страха и так я прорабатываю страх у меня был страх одиночества я переболела его у меня был страх что я не устроюсь на работу у меня все то же самое было абсолютно но я все переболела я не могу сказать что я чего-то боюсь но если очень многие кстати вопросы много вопросов поступает от подписчиков страх я переехала в другой город я москву сменила люди просто не понимают они крутят у виска ты что реально из мегаполиса уехала в геленджик в краснодарский край да оттуда все бегут люди чтобы только в москве пожить да реально у меня было у меня было много страхов что я не смогу прижиться я не смогу тут устроиться на работу я все смогла почему я переехала ну потому что мне надоело я всю жизнь я москвичка коренная в трех поколениях я всю жизнь прожила в москве это ритм это бешенство это нервы ты постоянно куда-то бежишь ты постоянно злишь тебя все раздражает это москва а мне захотелось спокойствие я когда приехала в геленджик два года назад я влюбилась в него сразу я влюбилась в побережье я влюбилась в сосны в воздух мне нравится все да он маленький я чувствую что вообще ну от любой точки 10 минут и я кайф от этого ловлю я всю жизнь прожила в мегаполисе я в пробках стояла по 5 часов по 5 часов в день я тратила и свои жизни чтобы простоять в пробках и вы спрашиваете почему переехала да потому что здесь это рай это успокоение это мое успокоение я жила бурно я являюсь участницей проекта являлась участницей проекта дом 2 где ежедневно я жила на камеру и 24 часа в сутки мы разговаривали было столько эмоций было столько переживаний а потом нужно что-то еще нужно постоянно биться рваться работа искать себя в этой москве зачем зачем когда я сейчас ловлю кайф здесь многие спрашивают ты сразу приняла решение молниеносно я говорила об этом полгода что сюда перееду я поехала не взяла вещи и я осталась то мне даже были вещи не нужны потом мне конечно папа их привез но я не боялась это шикарно менять место жительства и я сегодня я живу в счастье я общаюсь с вами я например ушла раньше у меня были ногти там что-то еще я больше натуральная стала я стала принимать себя любить вот эти вот девочки говорят как полюбить себя до тех пор пока вы будете делать себе ногти закрашивать там какой-то маленький корень убирать там каждый прыщик и обращать внимание на свою внешность вы никогда не полюбите себя полюбить себя и принять себя можно только когда ты разоблачишься мне в ноги ты что не делаешь маникюр не делала не хочу они что грязные они прекрасные мои ноготочки не хочу отравить себя лаком убивать свои ногти не хочу то есть здесь я на самом деле посмотрела на себя вообще по-другому и скажем так закрепила тот результат к которому я шла у меня тоже были комплексы все это было мы все одинаковые как бороться с паническими атаками Таня спрашивает Тань это лучше к психологу если вы сами не можете справиться так хотите быть ведущей дома 2 вы знаете раньше я очень хотела быть ведущей дома 2 и не скрою прям это было мое сегодня ну я уже и так ведущая для себя у меня свой курс перепиши жизнь где я преподаю это онлайн курс и я знаю что я могу быть ведущей любой передачи политической я и была но сейчас я настолько в себе уверена я дошла до этого уровня у меня сейчас ведущая для себя у меня youtube канал у меня мои курсы какое-то прям такого желания что я уже хочу как раньше не было почему люди хотят рьяно быть ведущим вот я когда у меня было это желание потому что под спутно ты понимаешь что ты к этому не готов вот когда я хотела выйти на экран я понимала что у меня нет той квалификации у меня нет той подачи такого разговора потока мысли чтобы быть ведущим и мне очень хотелось запомните человек такое существо как он устроен когда мы что-то не можем мы это рьяно хотим это знаете когда мужчина или женщина выбирает себе партнера которого невозможно получить например звезду либо актера и то же самое происходит с нами постоянно мы хотим то что мы не можем ухватить почему говорят синица в небе лучше журавль в руках чем синица в небе дотянуться до звезд так человек устроен а когда ты понимаешь что ты это можешь у тебя и желание это само отпадает когда ты достигаешь этого уровня тем более сейчас я пошла учиться на психолога и вообще уже чувствую себя очень подкованной потому что все раньше ты что там рассуждаешь ты кто умная такая но теперь я могу этим хейтерам сказать что да я умная я получаю второе высшее образование психолога я уже буду скоро с дипломом вам обязательно его покажу и уж и не будет таких моментов что ты там обсуждаешь я обсуждаю я знаю я иду по правильному пути у меня есть своя цель у меня нет панических атак про золотое яблоко это не мой салон у меня красное яблоко находится в городе москвы кстати я совладелец салонов красное яблоко сашенька скажи как относится к тому что парень ниже девушки да абсолютно нормально знаете что доказано маленькие мужчины нет есть есть москвы